Не секрет, что компания Ремингтон, кроме самого охотничьего оружия, производит также и боеприпасы для него. Соответственно, все эти патроны, гильзы нужно где-то хранить. И той же компанией Ремингтон производятся различные варианты футляров. Такие удобные пластиковые кейсы, которые рассчитаны на 100 или на 50 патронов. Кроме того, есть еще варианты кейсов побольше, где можно разместить не только патроны или гильзы. Например, вот такой вариант кейса предназначен еще, кроме того, также для хранения различных инструментов и приспособлений, которые можно использовать, точнее, которые используются для чистки и профилактики оружия. Имеются по краям такие мощные пластиковые замки. И, когда открываем, соответственно, внутри, видим отделение, которое предназначено для расположения различных мелких деталей. Два съемных и также есть стационарная откидная ручка. Кроме того, верхняя крышка может целиком сниматься. Для этого имеются боковые замки. То есть их отстегиваем, снимаем всю крышку целиком. И теперь у нас имеется вот такой поддон, внутри который может использоваться для хранения панер-гильз. А также в комплекте двух таких упоров, которые вставляются и, соответственно, являются подставками для ружья. Соответственно, для разборки, чистки можно поставить ружьё и производить разборку или различную профилактику, чистку и смазку. Здесь также ещё один большой кильз. То есть вариант уже предназначен для хранения, например, большого количества гильз. Также можно хранить кое-какие инструменты. У него откидная крышка. Сбоку имеется такой крупный замок. Давайте вот откидываем. Внутри имеется, видимо, такая, точнее крышечка с таким углублением. Здесь тоже можно хранить кое-какие вещи. И когда крышку снимаем, то видим уже довольно большую ёмкость. Можно сказать, такое крупное пластиковое трапециевидное ведро, в котором можно хранить большое количество охотничьих гильз. Ну а теперь рассмотрим, соответственно, небольшие футляры-кейсы, которые предназначены именно для хранения патрона. Видим, застёгивается на надёжный замок. Сверху имеется логотип Ревентон. С тыльной стороны видим список всех калибров, под которые предназначен этот кейс. Данные прямоугольные кейсы предназначены именно для патронов, в основном зарубежных калибров, но можно приспособить их под кое-какие наши. Такой прямоугольный кейс рассчитывается на 50 патронов. Есть ещё вот такой кейс поменьше. Соответственно, также видим номинование калибров, которые умещаются. В комплекте также имеются наклейки. Мне можно расписать калибр, который используется именно в конкретном кейсе. То есть, какие патроны хранятся в конкретном кейсе. Следующий вариант на 50 патронов – это уже средний между первым и вторым, который рассматривали. Также имеется комплект наклеек. Есть подобные кейсы, уже квадратные, которые рассчитаны, соответственно, на 100 патронов. Также на дне имеется наклейка с номинованием подходящих калибров. Видим, здесь уже умещается большее количество. То есть, 100 патронов или каких-то макетов. То есть, соответственно, если они рассчитаны на импортные калибры, но можно использовать, например, для различных макетов или же для патронов для охлощённого оружия. Вот, например, такой удобный кейс квадратный на 100 штук. И здесь уже у меня расположены, поскольку, сейчас посмотрим, с обратной стороны видим, написано. Калибр 9 мм, 30-80 АСП, люгер 9 мм Макаров. Соответственно, подходит для нашего пистолета Макарова и также для охлощённого пистолета Макарова ПМСХ. Видим холостые шумовые патрончики 10ТК, которые отлично умещаются в этом кейсе. Также видим, что по высоте одинаковые с патронами для охлощённого оружия ППШ или ТТСХ. Соответственно, в данном кейсе можно свободно уместить 100 патронов 10Т31 для охлощённых вариантов ППШ, ТТ или пистолета Ярыгина. Кроме того, думается, что можно использовать подобные кейсы не только для патронов или макетов, а, например, даже для рыбаков, где удобно разместить, например, зимние блёсна соответствующего размера, которые будут удобно храниться и переноситься, перевозиться.